Всем привет и добро пожаловать! Это видеокурс о создании комплексных сцен в программе Blender. Часть пятая. Промежуточный план. Видео двенадцатое. Заяц. Система частиц. Наша задача сегодня создать систему частиц зайцу, которые будут изображать ему брови, усы, а также систему частиц, которые будут отвечать за траву и грязь, вылетающие из-под ног зайца во время прыжка. Сегодня будем работать с симуляциями. Поехали! Значит, нам понадобится Front Hair Mesh основной, который у нас называется просто Hair, у меня по крайней мере. То есть это тот зайц, на котором нарощены все остальные системы волос. Я также в коллекции Support включу коллекцию Hair References, чтобы посмотреть, где у зайца, собственно, будут расти его брови. Но давайте с бровей, наверное, начнем. Значит, прямо на этого зайца, наверное, не буду я ничего дублировать. Возможно, продублирую потом. Но пока начну прямо с него. То есть я выбираю основной меж зайца, не делая дубликата, добавляю на него новую систему частиц, типа волосы. Вот так она замечательно выглядит. Можно добавить на эмиттер еще один материал, который будет называться Hair Systems, не знаю, как-нибудь так пока будет называться. Он будет белым. В настройках систем частиц в волосам я говорю, что материал у них должен быть Hair, Hair Systems. Вот так вот он сейчас выглядит. Можно ему Transmission включить, например, на полную, потому что почему бы и нет. Во вкладке Emission Number я выставлю здесь на 0. Вот просто так, ничтоже сумлявшийся, как говорится. Перейду в Particle Edit. Почему я использую, во-первых, вообще, в принципе, именно систему частиц здесь? Потому что системы частиц подвержены динамике, им можно запекать физику. И я хочу, чтобы, раз уж у нас весь остальной мех физики не подвержен, поскольку сделан на геометрических нодах, а тут такой функции еще нету, то чтобы у нас хотя бы его брови и усы вели себя более-менее естественно. Эти волосы более длинные у него, и они, соответственно, должны быть более подвержены воздействию физики сопротивления воздуха, чтобы они шатались и так далее. Итак, я выбираю плюсик, провожу здесь и выясняю, что почему-то они у нас не отображаются как, собственно, волосы. Сейчас посмотрим, почему. В Hair Shape здесь зайду. Это все не воздействует. Здесь у нас выставлено стрип. Возможно, мне нужно просто выйти из Particle Edit. Да. Значит, в Particle Edit я тогда захожу пока обратно, выбираю инструмент Length, переключаю его на Shrink, F, увеличиваю размер кисточки и ввожу по этим волосам, чтобы они становились меньше и меньше, пока они не станут какой-то приемлемой длины. Оставляю их чуть-чуть с запасом, потому что у животных все их вот эти вот части, ресницы и волоски, они на концах потоньше. Но они достаточно длинные, потому что они у них служат инструментами взаимодействия с окружающим миром, чтобы у них глаз там ни на что не наткнулся. Они служат как такие щупы у них. При помощи расчески с F я их приподниму наверх, вот где-то таким образом разглажу, чтобы они были ровные, наверное, один, включу режим вида спереди. Вот таким образом я их здесь разглажу. Возможно, режим вида сбоку задам некую форму, приблизительно так, и вид Ctrl-1 спереди, пускай будет, наверное, так. Ну вот и хорошо. Потом мы добавим немножко детей, и я думаю, что это будет выглядеть уже тогда получше. Сейчас немножко еще вот сюда их заверну, все-таки они должны быть достаточно ровные. здесь и здесь. Вот режим вида сверху, наверное, включу. Ну пусть будет, например, так. Плохо видно, может быть, в YouTube там. Это вот тоненькие очень черные волоски, но тут уж ничего не поделаешь. Вот так они выглядят сейчас. Жутковато. Значит, мне нужно в Hair Shape. Hair Shape, где он? Hair Shape, вот он. Диаметр кончика выставляем на 0. Диаметр root, корни выставляем, ну, где-нибудь на 0.2, например. Так, а здесь инструмента Smooth у них нету, наверное, да? В Particle Edit сейчас. Что у нас здесь есть? Weight, Cut, Puff, Length. Да, здесь такого инструмента нет. Могли бы они, конечно, его и ввести, как в геометрических нодах. Ну да ладно, не ввели, так не ввели. Реснички нарисовали. Да я думаю, что на самом деле сделать одну и ту же систему частиц и на ресницы, и на усы. Поэтому сейчас нарисуем усы, выбирая плюсик. Здесь, насколько я понимаю, точно так же. Да, не вижу здесь, чтобы было, можно как-то регулировать длину их, поэтому рисую их просто вот таким образом, как придется здесь. И после этого при помощи инструмента Length в режиме Shrink тоже делаю их поменьше. Вот таким вот образом. Вожу туда-сюда, пока они не станут приблизительно вот такой вот длины. При помощи расчески распределю, чтобы они смотрели как-то более в разные стороны. Можно здесь выбрать режим выделения отдельных волосков. При помощи C, например, выбрать только эти волосы. Ctrl+, выбрать все их части. И тогда мы будем регулировать расческой, только их не боясь задеть ресницы уже. У меня включена симметрия, поэтому это происходит сразу на обоих сторонах зайца. Ctrl-3, наверное, сюда. 7 вид сверху. Можно прям вручную их так перетаскивать. Удерживаю правую кнопку мыши, у вас, скорее всего, это левая. Ну, может быть, они должны расти не так скучно на самом-то деле. И давайте частично мы их сейчас выделяю с инструментом Cut. Щелкаю. А, ну да, вот все. Частично он их удалил, чтобы их было не так много здесь. Ага, он удаляет только сегменты, понятно. То есть не сами волоски, а сегмент. Давайте еще раз удалю. Мне не понравилось, как я это сделал. Сейчас еще раз все это удаляю. Alt-Z. Угу. Добавить еще. Кейс я сделаю поменьше тогда, чтобы у них было на 3, например, меньше промежуточных контрольных точек. Еще раз добавлю здесь ему волосы, усы. Вот таким, например, образом. С length уменьшу их длину. Ну, скажем, вот так. И с расческой просто аккуратненько сейчас их подвигаю, просто чтобы они были не такие ровные все. Они будут очень тонкие, их практически видно не будет. Ну, например, так. Ладно, выходим в Object Mode. Смотрим, что у нас получилось. Перейду обратно в режим рендера. Вот такие они получились. Мне бы хотелось, чтобы они, как и у оригинальных зайцев, были чуть-чуть потемнее ближе к началам и посветлее ближе к концам. Для этого... Секунду еще перейду в Particle Edit. Мне не нравится, что вот здесь они какие-то кривые совсем получились. Хочется сделать их попрямее, выпрямить немножко. Немножко, чтобы они все же в разные стороны здесь смотрели сейчас. Ну, скажем так. Object Mode. Для этого, для того, чтобы сделать то, что я сейчас сказал, нам понадобится Shift-A, Input, Particle Info. Нет, тут было Curves Info. Curves Info. И то, что у нас в Geometry Notes называлось параметром Factor, здесь, кажется, называется Intercept. Сейчас проверим. Подключу его просто напрямую сюда. И да, Intercept определяет, в каком месте они пересекаются с другими объектами, с объектами, в частности, Эмиттером. Вот этот Intercept мы будем использовать в качестве Base Color. Подключаем это сюда. Ralphness, наверное, я у них слегка приберу до 0.3, чтобы они достаточно хорошо блестели. Теперь добавим им Interpolated Children. Так, как-то он странно их добавил, почему-то по всему зайцу. Идея была в том, чтобы он все-таки их добавлял вокруг нарисованных волосков. Здесь мы добавим Simple, они будут очень далеко разлетаться, да? Разве что мы существенно уменьшим радиус. Нам их столько не нужно, нам их нужно-то было добавить штучки 3 всего там. Странно, я не знал, что Interpolated работает по всему мешу. Я думал, что только по тем полигонам, которые мы задаем. Попробуем сделать сейчас еще последний в Vertex Groups в таком случае параметр Density. Переключимся в этот режим рендера. Alt-Shift-Z, Alt-Z, Alt-Shift-Z. Добавим параметр этот, Density, в качестве Vertex Groups в систему частиц. Начинаю вбивать здесь Density. Выбираю Vertex Group Density. Вот, сейчас она нулевая. И если мы сейчас перейдем в Weight Paint и начнем с помощью кисточки добавлять, то вот здесь, да, их становится больше. И здесь их становится, соответственно, тоже больше. Таким образом мы их можем регулировать. То есть здесь я их могу даже, по идее, сделать еще чуть-чуть поменьше. Потому что их здесь что-то многовато, наверное, все же. Отмена много. Ну, скажем, вот так. А здесь смогу даже Weight добавить. Или тоже оставить его маленьким, небольшим. И вот здесь немножко ему тоже нарисовать. Вот, так получается даже поинтереснее, наверное, с этим работать. Хорошо, значит, с Vertex Groups это у нас сработало. В таком случае можно Display Mount вообще сделать на 2, потому что 3 это уже даже многовато. И убрать, я думаю, что вот отсюда все же. Их как-нибудь вот так. Я думаю, что будет нормально. Хорошо. Object Mode. Выходим. Ctrl-Save. Теперь мне нужно включить им динамику. И для того, чтобы включить им динамику, мне нужно включить в риге нашем Pulls Position, чтобы он уже был анимирован у нас, заяц. Давайте переключимся на какой-нибудь таймлайн, например. Где он есть? Таймлайн. Отключу Hair References. Лишние все детальки. Вот у нас заяц сидит. Вот он что-то там делает. И давайте мы этой системе частиц, сейчас этой системе частиц, перейдем в настройки системе частиц. Нажмем Hair Dynamics. Переместимся в начало. И попробуем прямо в таком виде запечь симуляцию. Она у нас должна идти только не с первого по 251, а с первого по 300 кадры. Хотя, в принципе, у нас здесь зайца-то дальше уже не видно. На 250-м даже уже кадре. Поэтому можно спокойно его оставить и в таком виде. Давайте попробуем сделать Bake. Не удивлюсь, если сейчас что-нибудь сломается и волосы разлетятся в разные стороны. Такое часто бывает. Вот они у нас поникшие. Но их здесь не видно, поэтому ничего страшного. С первого кадра как раз. Вот он сейчас будет вставать. Давайте как-нибудь вот так на него будем смотреть. Секунду. Переместим таймлайн. Вот так вот раздвинем. И зайца вот так. Мне нужно их сейчас будет сделать, чтобы они не так сильно гнулись. Но это мы сделаем. Это не сложно. Чтобы они не так сильно гнулись. Да, в целом вся анимация работает. Все, ничего не разлетается там нигде. Вот здесь он прыгает. Ну-ка. Режим виды из камеры. Да, все в порядке. Здесь все нормально. Только мне теперь нужно, чтобы они не так сильно загибались. Чтобы они не так сильно были подвержены гравитации и всему остальному. Для этого Hair Dynamics я пока отключаю. Кэш нажимаю Delete Bake. Вернее вот так Hair Dynamics включаю обратно. И в Hair Dynamics я в Structure увеличиваю, скорее всего, Stiffness. How much the material resists bending. Насколько материал сопротивляется сгибанию. Вот как это называется. На один я его выставляю. Давайте попробуем сделать Bake ему. Ну вот, они уже получше. Соответственно, здесь все равно они продолжают достаточно сильно гнуться. Вот здесь особенно. Поэтому давайте-ка Delete Bake сделаем Stiffness еще побольше. На два, например. Bake. Оно запекается быстро. И чтобы не было глюков, лучше я буду каждый раз его перезапекать. Ну вот как-то так, да. Странно. Мне казалось, что здесь заяц должен жевать. Он почему-то не жует. А почему он у нас может здесь не жевать? Секундочку, дайте-ка я посмотрю. У нас там было... Перейду в NLA Redactor. У нас там все включено-то вообще так-то. А, он почему-то решил, что жевать ему нужно только во время вот этого Hair Dynamics. Rick Action. Сейчас, секундочку, давайте посмотрим, что здесь происходит у нас. Значит, в Graph Editor перейдем. Зайду в кости A, выберу все. Давайте я поставлю просто здесь. Вот так вот сейчас сделаю. I. Он для Selected Channels. Вот оно в чем дело. Вот он у меня почему. Я еще когда смотрел анимацию предварительную, я не понимал, почему у меня здесь не видно, как он дышит, это самое. А он в экшене. Он, короче говоря, смотрите. Когда мы делаем экшен, он видит только кейфреймы. То есть, все, что здесь в анимационных модификаторах, получается, он не видит, он их игнорирует. Вот. Таким образом мы это сделали. Теперь он нормально ест, и это будет видно. А так он до этого, получается, только вот отсюда начинал срабатывать. То есть, до этого анимация у нас не шла. Вот оно что. Понятно. Хорошо. Не знал. Так, ну вот. Заяц там все делает. Прыгает. Давайте сейчас внимательно посмотрим. Ctrl-Tab. Выйду. Alt-Shift-Z. Посмотрим, как это здесь выглядит. Вот особенно, когда он делает быстрое движение. Ну да, хорошо. Также что-то странное здесь почему-то начало происходить с ногами. Хотя мы делали всю анимацию там. Что происходит? А, происходит вот что. Мы же накладывали, я потом на зайца же накладывал еще модификатор displays. И он поэтому все немножечко еще дополнительно здесь погнул. Ну ничего страшного, потому что у нас сверху уже будет еще. Давайте посмотрим, кстати говоря, тогда вместе с волосами, как это все будет. Чтобы сейчас не выяснилось, что что-то там не так. Включу режим рендера. Ну я думаю, что с волосами здесь все нормально должно быть. Что вот эти вот сжатия не должны быть так сильно видны. Сейчас я подожду, пока он все прогрузит. Алло. Не, ну ладно. Посмотреть это с рендером сейчас не представляется. Возможно, он все очень сильно тормозит. Ну да ладно. Значит, ноль. По крайней мере, из камеры можно попробовать. Мне кажется, надо нам на него в фронтлайтинг добавить еще какой-нибудь небольшой источник света. Вот прям в том месте, где он стоит. Shift-A. Light Area. Rotation X 180. Rotation X немножко сюда. И G немножко сюда. Я его сейчас отведу. G вот так, чтобы он зайца нам тоже здесь слегка подсвечивал с этой стороны. Потому что он сейчас получается очень темный. Ну, слегка, конечно, не настолько сильно, насколько он сейчас там это делает. Буквально там на 1, например, ватт. На 2. Ну, может быть, на 2. Да, вот так. Просто, чтобы на зайце не были такие очень сильно большие тени. Вот здесь, кстати, глаза должны быть на этом кадре уже открыты. Они почему до сих пор закрыты. Почему? Ctrl-Tab. Мне казалось, вот эта кость у нас анимировала Scale. Нет, я ошибаюсь. Нам только нужно, да, перейти в Tab в Edit Mode в NLA-редакторе, чтобы что-то здесь видеть. Выбрать эту кость. Или она была в другом экшне. Сейчас посмотрим. Да, вот она здесь есть. Это крайне странно. Почему-то у меня все уехало. A-GY-1. Ничего не понимаю. Сейчас отмена. Нет, сейчас все нормально. Не знаю, почему-то что-то сглючило с привязками. Tab. Выйдем наружу. Ну-ка, теперь 0. 0. И вот на этот глаз почему-то не добавился нужный Eyes, Hair Eyes. Нужный материал. Так, хорошо, ладно. Здесь Зайц отпрыгивает. Все. С Зайцем тогда все. С системами частиц. Теперь давайте разбираться с теми системами частиц, которые должны срабатывать, когда Зайц отпрыгивает. Пока временно отключу Hair Hair, те волосы старые, включу Front Ground, землю, чтобы посмотреть, в какой момент у нас должны вылетать из-под его лап комья, грязи и всего остального. Ну вот, собственно, в этот момент они должны здесь быть. Надо посмотреть, в какой конкретный момент у него лапы будут отрываться от земли. Вот отрываются передние, и вот отрываются задние. Соответственно, в этот момент, в этих местах должны срабатывать эмиттеры. Но давайте начнем с чего-нибудь одного. Например, я так думаю, что вот для лап передних и задних мы будем делать разные системы частиц. Значит, Hair Rig я пока отключаю, чтобы он нам тут не мешался. В этом фрагменте Front Hair создадим коллекцию Front Hair Particles. Shift-A Mesh Plane. Создадим здесь Plane. Таб зайду внутрь. Scale сделаю его поменьше. Сейчас Scale, например, точка 1. Вот так. Перенесу его, возможно, а возможно, даже и не буду. Rotation Y. Разверну его чуть сюда. Куда у нас будут вылетать, собственно, частицы? Давайте посмотрим. То есть вот он отталкивается лапами, да? Они должны вылетать даже, наверное, GY, GX. Немножко вот здесь. Из-под этой лапы. И Shift-DX. Из-под этой, соответственно, где-то здесь. Оба A с индивидуальными оригинами. Scale сделаем поменьше. GX, возможно, чуть сюда еще подальше. Ну, сейчас посмотрим. Л, G, Y. Можно им сделать Add Modifier, например, Subdivision Surface в режиме Simple, чтобы подразделить их на несколько частей. Если Optimal Display убрать, вот будет видно, что здесь, например, на 4 или там на 3. Думаю, что хватит сделать немножко им, чтобы не так одинаковая была топология здесь. Ну, например, Displace New Texture. Назовем ее Hair Particles Emitter Displace. Табы выйду наружу. Strength сразу сделаем поменьше. В качестве текстуры здесь убедимся, что выбрано Hair Particles Emitter Displace. Выберем Clouds. И Size уменьшим наоборот. Да, вот так вот, чтобы они просто были приблизительно такие. Я это делаю, чтобы сейчас у нас частицы, разлет у них был немножко разный. Значит, Strength сделаем им поменьше. Вот прям буквально чуть-чуть. Ну, скажем так. Tab, Tab, Solid Mode. И здесь, Control Save, нам нужно сделать таким образом, чтобы у них начиналась система частиц. Чтобы она начинала работать, нажму плюсик. В разделе Render, наверное, Scale. А, на Hello они не влияют. В таком случае мы здесь добавим коллекцию, которая у нас была создана, когда мы делали избушку. Там были комочки грязи. Сейчас мы посмотрим, как она называлась. Dirt она называлась. Вот таким вот образом она выглядит. Точка навестись. Это просто комочки грязи с простеньким процедурным, кажется, материалом. Просто здесь была, собственно, одна Noise Texture в режиме 2D с вот такими настройками, пропущенная через бамп с какой-то там минимальной дистанцией. Может, даже дистанции здесь можно будет еще чуть-чуть сократить, а может и не стоит. В общем, эту коллекцию с этими комочками грязи, процедурно созданными, геометрии у них там минимум. Эту коллекцию мы и будем использовать для зайца. Значит, выбираю зайца. Точка навестись в эмиттере. Это будет Hair Particles 1 Front Legs можно назвать вот так. Hair Particles Front Legs. Передние ноги. Здесь я эту коллекцию указываю в системе частиц в качестве коллекции для рендера. Вместо Halo выбираю Collection. И вместо коллекции в качестве коллекции выбираю Dirt. Вот она. Мне нужно добавить ей, во-первых, чтобы кэш у нее начинался. Где-то вот Emission, чтобы начинался у нас на 181 кадре, то есть непосредственно здесь. И заканчивался он на 182 кадре, чтобы он длился всего один кадр. Вот. Сейчас у них очень слабенькая сила, с которой они вылетают. Нам ее нужно сделать побольше. Для этого в Velocity Normal мы увеличим на 10, например. Вот. Это уже поинтереснее, да? Это уже поинтереснее, но это, наверное, перебор. Это, наверное, перебор. И таб зайду внутрь. Еще, наверное, Rotation Y немножко сделаю, чтобы они более горизонтально здесь летели. Можно еще. Ну, вот, скажем так, да. Это будут передние лапы. Сейчас они летят очень разнообразно, скажем так. Можно им, во-первых, в рендер Scale Randomness сделать, чтобы они были разного размера. Во-вторых, в Physics нажать Multiplay Mass with Size, чтобы в зависимости от их размера у них была разная масса. Сделать немножко Randomize в качестве Object Velocity. А может, и не немножко. Давайте на один прям сделаем. Вероятно, я этих систем частиц сделаю несколько. Это будет, например, маленькая система частиц. Возможно, я ее сделаю даже поменьше. Возможно, я включу здесь Drag, чтобы они немножко в воздухе застревали. А возможно, и не немножко. Можно его здесь побольше сделать? Нет, только на один. Хорошо. Damp можно включить еще тоже, чтобы они немножко... Да, это много. Damp можно сделать еще поменьше. Сейчас они очень сильно вылетают. Я так думаю, что Normal здесь можно до восьмерки, наверное, прибрать. Damp сделать еще до 0 или 2, например. Так, до пятерки Normal. Lifetime им стоит сделать поменьше, потому что сколько это у нас длится? Вот на 181 кадре они начинаются, и на 203 их уже нет. То есть, в принципе, 25 кадров жизни им вполне хватит. Вот. Можно чуть-чуть добавить, например, здесь силового поля. Но силового поля, наверное, нет. Для этих частиц я не буду добавлять. Мы их добавим потом для травы. В настройках, кстати говоря, Render надо отключить Show Emitter. И в настройках Viewport Display тоже надо отключить Show Emitter, чтобы у нас не показывался сам Emitter. То есть, сами вот эти пластиночки, чтобы мы их не видели. Так, что у нас здесь получится? Оп, комья грязи полетели. Наверное, drag я здесь даже немножко приберу. Сейчас, где он есть, во вкладке Physics, Damp вернее, да, Damp уберу. Массу сделаю поменьше, кстати, 0,2, например. Ну-ка, точка 0,1. Вот это нам понадобится потом, чуть позже сейчас, пока сделаю здесь 0,1 просто. Велосити увеличим до 7. Чтобы они просто помедленнее падали. Это у нас такие, как бы, маленькие частички будут. Я так думаю, что даже, знаете, может быть, увеличить Emission, начать их со 180 кадра вот здесь пораньше, чтобы разлет у них был побольше, и закончить 183 кадром. Хорошо. Это будет одна система частиц. Мы ее назовем Hair Front Legs Dirt 1. И здесь, кстати говоря, мы ее тоже назовем, переназовем. Добавляем новую систему частиц. Открываем ее здесь же, где он есть. Hair Front Legs Dirt 1. Создаем точно такую же систему частиц. Дублируем ее, нажав на циферку, чтобы мы могли изменять у нее параметры. То есть основа будет той же, но она будет срабатывать немножко уже на этот раз по-другому. Во-первых, она будет срабатывать здесь с весом 1. Во-вторых, вот это будет срабатывать с Normal 10. Количество мы здесь уменьшим до, например, 100. И размер я хочу здесь немножко в рендер увеличить, например, до 0,2. Таким образом, это будут комни, земли, которые будут чуть побольше. Они будут улетать вперед, и они будут больше. Их будет меньше, сами они будут больше. Вот они вот эти вот полетели. Randomize я хочу прибрать вообще, чтобы они летели четко по направлению нормалей. Скажем, вот так, да. Вот, это будет выглядеть немножко более живее в таком случае. Ну, потому что сейчас грязь вся достаточно единообразно улетает. Вот, таким образом это здесь будет действовать. Чтобы эти системы частиц не были подвержены у нас никаким другим силовым полям, которые мы, возможно, добавим. Force Field Settings. Вернее, нет, не здесь. Field Weights. Мы все-все-все поля. Я выделю их одновременно, проведя левой кнопкой мыши по ним вот так вот, удерживая ее. Выберу их все, нажму 0. Чтобы все эти системы частиц были подвержены у нас только воздействию гравитации и никаким другим силовым полям. Это же самое, если вы не делали это на других системах частиц, там, на растениях и так далее. Стоит это сделать, потому что сейчас мы добавим для еще дополнительных систем частиц здесь, а именно для травы, которая будет вот так здесь из-под ног тоже его выскакивать, но при этом, кружаясь, опадать вниз. Мы добавим поле турбулентности, которое, если вы не сняли вот эти вот настройки для всех систем частиц, которые только у вас были, типа Hair, не типа Hair, не важно, то они у вас будут подвержены вот этому воздействию, и там могут у вас трава там вся странно вести и так далее. Но обратите внимание. Значит, здесь, я так думаю, что немноговато их здесь получается. Давайте вот просто в таком виде, Ctrl-Save, я сделаю небольшой тестовый рендер. Но они будут достаточно быстро вылетать, и, видимо, нормально это будет. То есть вот здесь их практически не видно. Они слишком быстро летят, их слишком смазывает Motion Blur, поэтому я думаю, что здесь это как раз будет окей. Так, в таком случае я бы хотел сделать еще такие же системы частиц, только для задних ног. Продублирую то, что у нас здесь есть, Shift-D. Здесь только Shift-D. Продублирую правой кнопкой мыши от меню перемещения. И сдвиную его, этот эмиттер, GX, нет, GY, на то место, где у него находятся задние ноги. GX немножко сюда, GY немножко сюда. Ну, скажем, вот здесь они будут находиться у нас. И здесь мне нужно будет продублировать эти системы частиц еще раз. То есть они сейчас у нас используются для передних ног, и для задних одни и те же. Мы сделаем вот что. Для передних ног мы их оставляем теми же самыми. Для задних ног я дублирую первую систему частиц. Назовем ее Hair Back Legs Dirt 1. Здесь Emission я выставляю... Ну, вот когда он отталкивается ногами? Ну, приблизительно со 182-го кадра, наверное, где-нибудь по 185-й, полагаю. Это пока отключу. Чтобы они были не такие идентичные, прям не совсем похожие друг на друга, мы сделаем им Velocity побольше, например, на 8. Render Size... Да нет, Render Size пускай будет таким же. В физике размер, массу мы им сделаем 0.8, например. И Seed вот здесь поменяем, чтобы они генерировались не один в один, такие же. Задние ноги у него сильнее, поэтому здесь, в принципе, Velocity можно ему даже еще сильнее добавлять. На 10 пускай будет. А может даже и на 15, или даже на 20. Сейчас посмотрим. Давайте на 20 поставим. И в физике Drag, наверное, я уберу. Где-то Integration, Forces, Forces, Damp. Drag уберу, чтобы они улетали дальше, да. Чтобы они улетали дальше и... Нет, ну я не полностью, наверное, уберу, на 0.5 оставлю. И Velocity чуть поменьше тогда сделаю на 15. А может даже и на 10. Давайте Drag вообще сниму, попробую. А Velocity сделаю поменьше. Ну просто, чтобы у них разные настройки были, чтобы как бы разные системы частиц себя чуть-чуть по-разному вели. Чем их больше будет, тем больше будет разница, тем интереснее это будет смотреться. Ну вот, а то уже ближе к тому, что нужно. Давайте на семерку оставим. Угу. Хорошо. Здесь Scale мы им сделаем немножко побольше, наверное. Чтобы, опять же, размер немножко отличался здесь и там. Ага. Эти улетают. И вторую систему частиц, которая у нас тут была, тоже так же мы ее продублируем здесь. Назовем ее Hair Back Legs Dirt 2. Здесь можно переназывать, можно не переназывать. Это, в принципе, не важно. Точно так же меняем здесь, чтобы она шла со 182 по 185 генерировалась. Отключу пока предыдущую систему частиц, чтобы посмотреть, когда это будет, как происходить. Ну да, вот как-то так. Здесь я хочу их добавить прям, наверное, побольше. И куски их тоже сделать побольше. Вот этих грязинок 0,5, например, добавить. Ну это нет, это перебор. Это заяц с булыжниками. Какими-то уже стреляет. 0,4, чтобы все-таки что-то здесь было видно. Ну-ка, и как это у нас будет выглядеть на рендере, например. Думаю, что нормально. Здесь все будет травой закрыто, поэтому будет непонятно, откуда они там летят. Но вот размер мне здесь нравится. Такой, что их хотя бы, они чуть-чуть прикроют избушку, чтобы было ощущение того, что заяц все-таки отпрыгнул нормально. Возможно, я бы даже сделал вот что. Я бы вот эти вот задние части GZ немножко приподнял бы, чтобы они повыше начинались. Угу. А передние части от GZ, где они у нас есть, вот эти. Я бы их сделал немножко поменьше. Scale. Уменьшил бы им Scale, чтобы разлет у них не такой большой был. И уменьшил бы им, чтобы разлет, опять же, не такой большой был бы. Strength у Displace 0,1 бы сделал. Все равно он достаточно большой, да, получается. Если их еще прям поменьше сделать Scale. Прям вот такие, например, Tab. Все равно они очень сильно разлетаются. Давайте попробуем сейчас Randomness, где он есть. У первой системы частиц здесь было Randomize вот этот. Сделаем поменьше ему. 0,5, например. Сейчас посмотрим, как это будет выглядеть так. Вообще в 0 уберем. Включу обратно ту систему частиц. Ну, нормально. Поздновато вот здесь продолжают вылетать камушки. Придется сделать покороче им анимацию. До 180, наверное, третьего все же кадра. Ой, отмена. 183 кадр. Сделаем здесь. И 183 кадр тоже сделаем здесь, чтобы они побыстрее вылетали. Ну, скажем так. Хорошо. Это все. Теперь мне это нужно все запечь. Cache Bake. Соответственно, нажимаю. Первая есть. Вторая есть. И на первом тоже самое. Первую запекаем. Вторую запекаем. Диск кэш я здесь не включаю ему. Убеждаю, что частицы не пропадают у нас раньше времени. Что они нормально все осыпаются. Успевают осыпаться до того, как исчезнут. До того, как у них цикл жизни закончится. Но вроде все в порядке здесь. Они успевают. Те успевают. Alt-Shift-Z. Ну, вот, например, на этом фрагменте. Давайте сейчас отрендерим. Посмотрим, как вот это вот здесь будет выглядеть. Ну, внушительно, да. По цвету потом будем подстраивать уже, когда подключим все остальное. Так, хорошо. Значит, здесь с этими системами частиц окей. Теперь нам нужно сделать то же самое с травой. Где нам взять траву? Вот в чем вопрос. Я буду использовать осет Quixel Grass. Grass. Grass Quixel. Я сейчас возьму одну из этих травинок, которые у нас там были. Опять же, совершенно не обязательно использовать именно ее. Можно использовать любую другую осет с травой. Можно это вообще сделать самим просто. Потому что мне из всего этого осета понадобятся только, собственно, сами эти самые травинки. Причем, чем короче они будут, тем лучше. Я вообще возьму, скорее всего, какой-нибудь вот такой осет, который был поменьше, где травинки коротенькие. Shift-D. Вот его я продублирую. M. Layers. Front. Hair. Hair Particles. Добавлю здесь новую коллекцию. Вот прям так. Front Hair. Grass. Particles. Назову ее таким образом. Окей. Эту коллекцию спрячу. Оставлю только созданный нами объект, который находится теперь в коллекции, которую я только что создал. Зайду внутрь. Tab. Точка навестись. У меня тут как раз выделены все корни. Если у вас корни не выделены, выделите их. Нажмите X Vertices. Корни убрались. Теперь я нажимаю A. P. By Loose Parts. Только я ее сейчас как-нибудь назову сначала. Например, Hair. Grass. Particles. Например, так. Нажму P. By Loose Parts. Чтобы она разделилась по отдельным частям, по островкам. Tab. Выйду наружу. Нажму Object. Set Origin. Origin to Geometry. Чтобы оригин всех этих объектов сместились в центр геометрии. Соответственно, вот их здесь получается около 46 фрагментов. Этого более чем достаточно. Отключу ее из рендера, потому что рендерить мы ее не будем. Мы ее будем рендерить только в виде системы частиц. Я так полагаю, что мы можем использовать точно те же эмиттеры, которые у нас уже есть. С грязью, да. Возьмем этот эмиттер. Сейчас продублирую здесь название и вставлю сюда. Плюсик. Добавим новую систему частиц. Выберем одну из тех, которые мы уже сделали, потому что они более-менее сейчас настроены. Например, мне бы хотелось, вот какая здесь использована в качестве вот этих вот маленьких, которые застревают там в воздухе немножко. Hair Front Legs Dirt 1. Ищу ее. Hair Front Legs Dirt 1. Вот она. Продублирую ее, чтобы не вносить изменения в ту предыдущую. Это будет Hair Front Legs Grass 1. Ну, скорее всего, может быть, Grass 1 так и останется. Хотя посмотрим, сколько сейчас придется их добавлять, этих систем частиц. Здесь в ней, во вкладке Render, я заменяю коллекцию на, как она называется-то у нас, Front Hair Grass Particles. На ней эту коллекцию. Не вижу, что-нибудь произошло. Да, вот вижу, что теперь вместе с камнями летит трава у нас. Давайте ей размер немножко до 0,5, например, поднимем, чтобы ее лучше видно было. Вот так она выглядит. Наверное, имеет смысл ее вилосити ей добавить, потому что они сами травеньки меньше размера. Ну, скажем, до 15. Так, я то делаю на той коллекции, на той. Что-то она дальше почему-то не летит у меня. Нажму Bake. Да, глюки Bake. Delete Bake нажму. Так, теперь Physics. Мне нужно, чтобы они еще у меня как-то вращались. Наверное, Browning им надо добавить для этого. На 1, может быть. Давайте попробуем сделать с Browning Bake. Но они, скорее, просто опадают. Это не совсем то, чего бы мне хотелось. Delete Bake. Включим вкладку Rotation. Включим вкладку Dynamic. Попробуем так. Bake. Ну вот, теперь они вращаются. Это как-то выглядит странновато. Нам, наверное, нужно Delete Bake сделать Randomize Phase. Прям сильно Randomize Phase сделать. Еще раз Bake сделать. Почему-то они все направлены под углом вниз. Давайте-ка мы их выделим, наверное. Hairgrass Particles. Все объекты в коллекции. И на активном объекте перейдем вот сюда, в настройки Relations. И удерживая Alt, нажму сюда и нажму плюс Z, чтобы их развернуло по правильной оси, только все сразу. То есть, когда нажимаю Alt, этот параметр выставляется плюс Z для всех частиц. Вот, теперь они смотрят более-менее в ту сторону, в которую мне бы хотелось, чтобы они смотрели. Посмотрим, наверное, в этом шейдинге пока, как это будет. И мне бы хотелось сделать таким образом, чтобы вот у них, когда они взлетают, drag был один, а потом, чтобы их сдувало, чтобы они продолжали лететь дальше. И после определенного кадра drag у них менялся параметр. Drag, который заставляет их зависать в воздухе после того, как их выкинуло. Который отвечает за сопротивление в воздухе. Кстати говоря, их нужно еще, секундочку, где они есть, здесь они находились у нас. Hairfront, п-п-п-п-п-п, система частиц, да. Delete Bake, им нужно сделать lifetime подольше, хотя бы, ну, пускай будет кадров 40. И я хотел сделать в физике drag, чтобы вот досюда, например, он был на единичке, до 190 кадра. Ай, нажимаю. А вот здесь, чтобы он уже был в нуле. Ай. Ну-ка попробуем вот так, не знаю, подействует это или нет. Вполне возможно, что и да. Cache Bake. Вот это они рисковато опадают. Давайте немножко GX вот сюда их протянем. Delete Bake, Bake. Ну-ка еще раз. Ну, возможно, не полностью. GY немножко поднимем повыше. Delete Bake. Lifetime, опять же, увеличим до 75, чтобы они постепенно еще продолжали там осыпаться. Не просто исчезали, да. Ну-ка, Bake. Да как-то очень странная физика у них получается. Ладно, тогда без этого. X delete. Delete Bake. Ну-ка. А чтобы они лучше продолжали как бы себя тут вести, вот как раз здесь нам понадобится уже для этой самой системы частиц. Ну, давайте на что-нибудь наведемся только. На что-то я не на то навелся. Ну, например, здесь. Хорошо, прямо здесь создадим. Во Front Particle. Shift A. Что там долго тянуть? Force Field Turbulence. Нам нужна турбулентность. И нам только нужно в системе частиц в самой включить, поскольку мы отключали у всех систем частиц в Field Waits. Как выяснилось, нет, не у всех систем частиц мы это отключали. Кстати, надо проверить, чтобы здесь-то у нас было это отключено тоже. Здесь, чтобы у нас было отключено, проверяю на всякий случай, потому что они иногда даже после того, как уже запеченные, все равно на это не реагируют. Ну, вернее, все равно на это начинают реагировать по какой-то причине. Отключаем все силы. Оставляем силы только... Во-первых, включим All, чтобы все ниже действующее работало. И Turbulence добавим на 1. Это у последней системы частиц. А я сейчас добавляю, кстати, не у нее. Поэтому выберу последнюю систему частиц с травой. Все выставлю на 0. А Turbulence выставлю на 1. И Turbulence сразу, чтобы вообще было видно, что у нас здесь происходит. Вот здесь во вкладке регулировки физики, собственно, силы. Strength выставлю, наверное, на 10. И посмотрим, как это будет выглядеть. 0. И вот, да, их сейчас начинает... Сейчас меня смущает вот эта картинка. Я ее, наверное, отключу пока что. Ее можно отключить в камере. И мы ее вставляли. Значит, камера, Background Images. Отключу временно все картинки. Задний, передний фон. Мне нужно смотреть, что там будет с травой происходить. Вот как ее во все стороны замечательно раскидывает. Это, наверное, перебор все же. Turbulence выставим в таком случае. Strength на 5, например. И Flow выставим на 1 тоже, чтобы они чуть медленнее это делали. Разлетались. Ну, пускай, например, так. Сейчас посмотрим. 0 из камеры. Вы видите траву? Я не вижу. Так, куда делась трава у нас? Сделаем кэш. Bake. Ага, вот она, трава появляется здесь. Это, скорее всего, происходит из-за как раз того, что я добавил слишком много Flow. Flow выключим. 0. Не то нажимаю. Delete, Bake, Bake. Теперь Flow добавлю обратно, но не полностью, а чуть-чуть. Так, наверное, мне удобнее будет, поскольку мне приходится постоянно перетыкиваться между вкладками туда и обратно. Сделать вот что. Сделать так. Сделать, например, так. 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 Здесь у меня будут настройки полей, а здесь настройки систем частиц. Вот так. Я думаю, что так это будет немножко поудобнее сейчас. Flow выставим на 0,5. Систему частиц. Перезапечем. Delete, Bake, Bake. Break. Красиво их, конечно, здесь закручивает, но, наверное, это нужно, чтобы их в какой-то момент переставало закручивать. А то они там что-то вьются, как будто гравитации для них вообще не существует. Ну-ка. Мне нравится вот этот разлет. Да. Давайте мы сделаем так, чтобы они вот здесь вот как-нибудь вух. Вот пока они начинают делать этот вот вух последний, с 200 по 210 кадр, анимируем вот Turbulence, ее параметр Strength, I, по 210, выставим его здесь в 0, I, и перезапечем. И Flow, не, Flow у нее надо было в первую очередь, конечно, выставить в 0, I, и здесь Flow выставляем в 0, перезапекаем. Ну да, и они здесь уже падают. Вот. Единственное, мне бы хотелось, может быть, чтобы сейчас, чтобы падать, они начинали раньше, а турбулентность продолжалась чуть подольше сейчас. Ну вот я думаю, что как-то так будет прикольно достаточно. Сейчас их там не очень видно, они не очень же большие, да, правда? Ну да, они уже будут здесь вообще в расфокусе. Вообще их здесь даже маловато. Я бы, может быть, их сделал побольше. Ну-ка, например, Delete Bake сделал бы им, чтобы намбер у них был. А почему у них, кстати, так мало-то, правда? Куда делают все остальные? Вот они начинают. Они почему-то проваливаются под землю все. Крайне странно, не понимаю. Можем сделать Shift-A Mesh Plane GZ, сделать его объектом коллизии и сказать, чтобы он убивал Particles, Kill Particles, выставить ему в настройках Stickness, сделать по максимуму вот так, чтобы все частицы, которые проваливаются под землю, они грохались, чтобы они не занимали лишнего у нас тут ресурсов компьютера. Назовем его Grass Killer. Назовем его Grass Killer. Перезапечем. Работает, да? Да, ниже они уже не проваливаются, соответственно. Я это делаю потому, что мне нравится, как они летят. Мне просто хотелось, чтобы их летело больше. Поэтому я до 10 тысяч их увеличу количество. Нажму Bake еще раз. Вот приблизительно так. Только мне бы хотелось, чтобы турбулентность это начинала вот как-то rotation, наверное, вот так. Сразу прям становится меньше. Сейчас, секундочку, что я делаю сюда. Ну-ка, Delete Bake. Bake. Delete Bake. И давайте попробуем сейчас немножко прибрать у нее воздействие турбулентности. Например, на 0,5. Посмотрим, что это нам даст. Вау. В принципе, мне нравится. Их, конечно, сейчас очень много. Delete Bake, понятно. Давайте их на 2000 там сделаем. Не на 200, а на 2000. Но в целом мне нравится, как это выглядит. Это будут крупные травинки. И продублирую эту систему частиц. Плюс добавляем новую систему частиц. Hair, ба-бам-бам. Legs Grass 1. Продублируем. Это будет Legs Grass 2. Можно ее здесь точно так же переназвать. Ей сделаем пока Delete Bake. Вот у нее количество я подниму до 10 тысяч. Размер в Render Scale я сделаю им поменьше, на 0,15, например. Чтобы их было больше и сами они были меньше. Соответственно, попробуем так Bake. Я это сделал не у той системы частиц, у которой хотел. Сейчас, секундочку, отключу ее пока. Эту перезапеку. Не вижу, происходит там что-нибудь. Нолик. Да, это старая система частиц получается. А новая заменила собой старая. Вот здесь она находится у нас. Ну-ка, как она себя ведет? Я ее почему-то не вижу. Сейчас, секундочку, в Render увеличим ей размер. До 0,3, например, вот так. И увеличим, наверное, все же здесь Delete Bake. Не увеличим, в смысле поменяем ей Seed. Зерно. Рандомизация. Чтобы они не одновременно, это все происходило. А немножко они по-разному, чтобы это делали. Ну-ка, пока в этом режиме, а то я так ничего не вижу. Ну, вот, типа того, да. Ну, в принципе, неплохо. Я бы их сделал тогда еще поменьше. Потому что сейчас они все равно очень большие. Да, я думаю, что это вот оно. То, что нужно. Я думаю, что на сегодня мы с задачей справились. Больше я ничего здесь добавлять не хочу. Все работает, в общем-то, нормально. Вот как раз эта трава пока будет опадать. И когда она упадет, избушка уже грохнется в этот момент. Она какое-то время еще на себя продолжит отвлекать внимание. Ну, вот давайте посмотрим обратно. Я сейчас включу в настройках камеры обратно Background Images. Включу траву, чтобы было видно, где она там находится. Бэнкс. И все, травы уже нету. И мы влетаем внутрь. По-моему, отлично. То есть вот Заяц сидит. Можно даже выбрать все системы частиц наши, чтобы все было видно. Вот сидит Заяц. Мне кажется, отрабатывают не все системы частиц почему-то. Потому что они не все включены здесь, да. Вот Заяц отпрыгнул. По-моему, то, что нужно. Оно все упало. Избушка грохнулась. И мы к ней залетаем сюда. Проверяю, чтобы шоу-эмиттер был на обоих эмиттерах у нас отключен для рендера. Можем сделать небольшой какой-нибудь превью-рендер, например, на этом кадре. Ну, вот приблизительно так это пока что выглядит. Оно будет достаточно размытое, чтобы не быть прям сильно видным. Но, думаю, нужный эффект оно нам даст. В любом случае, на финализации мы еще, скорее всего, будем что-то здесь править, смотреть. Спасибо большое за просмотры. Для желающих поддержать проект материально, в описании под видео есть ссылка на мой Boosty. Там я также выпускаю множество бесплатных уроков, открытых для всех желающих. По математике в 3D, по геометрическим нодам. Буду рад видеть вас в подписчиках. Там, чтобы подписаться, не обязательно платить. Большая часть уроков до сих пор у меня остается бесплатными для всех желающих. Подписывайтесь на канал. Если вы этого еще не сделали, ставьте лайки. Буду очень рад вашим комментариям. И, начиная со следующего видео, мы с вами приступим к финализации. Там по плану есть часть маскировка, но она будет включаться в часть финализации. Имелось в виду маскировка каких-то нюансов. Вот здесь у зайца пока он сидит. Но здесь даже особо маскировать нечего, потому что мы все сделали достаточно хорошо. В любом случае, в следующем видео мы уже подключим все наши слои. Расставим все по своим местам. И в дальнейшем будем смотреть, что и как можно оптимизировать, чтобы рендер занимал какое-то приемлемое количество времени. Спасибо большое. Увидимся в следующих видео. Всем счастливо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok